Ну и снова с вами Лёля. Баночка приоткрыта, потому что я её приоткрывала. И да, вот они все вот эти кофе. Ну понятно, что это тоже кофейный обзор, это будет посвящён Буш и Дорет. Я его сегодня пошла вниз в магазин, в большую лигу. Хотела вообще обзор сделать того, что я купила в большой лиге за два дня, но у меня там получается, что практически 80-х у меня не здесь. А здесь только кофе и ещё какая-то маленькая фигня. Ага-рага. В общем, у нас открылся магазин Большая Лига. Я без понятия чего-то. Сеть, наверное, какая-то магазинов. Места много, выбора не особо, но иногда можно что-то такое встретить. Сегодня, подходя к кассе, увидела кофе. Точнее, я решила глянуть специально Буш и Дорет, но думаю, стопудово его тут нет. И внезапно стоит, значит, этот Red, оригиналы Black. Ну, оригиналы Black у меня уже были, мне не хватало для полного счастья только Red. Пятый кофе в линейке Буш и Дорет. Вот у нас тут Япония, Япония, бла-бла-бла, Red, Catana. Сделано в Швейцарии для Японии, ну и частично для России. Живёт почти 3 года. Сделан 1 марта сего года и до 14 февраля 2020 года, аж до моего дня варенья. В общем, тут у нас клетки насыщенные. Единственный минус, я его пока затестила только в чистом виде. Без молока и не в роли капучино. Просто вот залила кипяточком, добавила там сахарочка. Хотя нет, этот сахарочка я даже не добавляла. Чуть-чуть менее насыщенный вкус, запах точнее, чем вот здесь. Ну и вкус тоже. Но его, в принципе, я долбанула. У меня там такие чайные ложки, кофейные, наверное, ложки. Полторы где-то чайных ложки. И, в принципе, очень даже он с такой чуть заметной кислинкой, чуть заметной горчинкой. Без сахара он у меня нормально ушёл. Я его дерятнула, я ещё потом заварила и выпила. Я думаю, он тот вариант, который можно, ну, до четырёх часов его вполне можно выпить. Часа в три, дня, часа в два, дня утром попить. Потом, я думаю, он уже так вас бодрит. Если, конечно, вы не спите с кофе в любое время суток, но вот вас это не касается. Так, я думаю, вас бодрит, наверное, так, что хорошенько будет. Вот мне вчера такая какая-то полусонная была. Хотя народу было чутка побольше, чем сегодня, хоть ничего и не купили, как и вчера. И, в общем, тут у нас только два цвета. Вот в основном это бледненькие такие, чуть потемнее. Вот здесь вот оно ещё потемнее, три цвета. И бледненькие, они вот как лайт-катане, такие же. В общем, баночка у меня пошла в 503 рубля с копейками, 100 грамм. Я думаю, что её вполне хватит на полгода. Даже если к вам, в том случае, если к вам ещё будут какие-нибудь кусти заходить. Или же чуть больше, чем на полгода, если вы будете пить, как эгоист, только я никому не дам. Или вы вообще какой-нибудь занюханный хики живёте там... Не, я к хике нормально отношусь. Живёте там какой-нибудь... Ну, короче, если вы хики, людей не любите, и вот так вот по интернету себе жрачку заказываете, то, значит, вам хватит, наверное, даже на год. В общем, такой классный кофе. Я его, ну, как говорила уже, с молоком ещё не пробовала. Может, завтра получится попробовать. Сегодня у меня был чашка кофе, потом чашка какао. Вот этого кофе. На завтрак. Ну и что хочу сказать. В моем восторге я вообще вот года два назад для себя открыла бушина катаны. И потом уже поняла, что хочу именно вот эти... Только его и хочу теперь. Вот я попробовала все пять вариантов. Я хочу лайт, если где-нибудь увижу, то куплю. В общем, лайт, ну, соответственно, лайт катана, понятно, он розовенький такой. У меня видос есть на канале, можете глянуть, если вам интересно. Я думаю, даже плейлист кофейный сделать. Если ещё не сделала, то надо сделать. Если сделала, то эти два видео пойдут туда. В общем, лайт, он очень лёгкий. Его можно по 2 чайных ложки фигачить в чашку и пить круглосуточно. Он, конечно, обогрит, но его можно на ночь выпить. И вполне нормальный такой женский вариант кофе. Потом, что у нас такое чуть покрепче лайта и чуть послабее, допустим, кода. Мне кажется, кода это и оригинал буши, да, они вместе такие вот на одной линии. Ред и блэк, они, скорее всего, тоже где-то так вот возьмём, допустим, лайт, потом идёт блэк и ред. Хотя я его пока ещё не пробовала с молоком, не знаю, как он себя был плести, как он на меня повлияет. Ну, вот именно сначала лайт, потом ред, блэк, точнее лайт, блэк, ред катана. И уже потом уже так вот по крепости совсем, скажем, на первом месте или же на третьем месте. Как смотреть, да, вот, поднимаешься по ступеньке вверх, третья ступенька, первое место. В общем, будет оригинал и кода. Я считаю так. Если вы любите хороший качественный кофе. Выращенный где-то там, где он растёт, а не в России. Я не знаю, чтобы в России растил. Есть ли в России фонтации кофейные? Я знаю, что у нас в Краснодарском или Красноярском, я путаю их, края есть, чай растёт. Ну, почему бы и не расти, если там есть все, так сказать, нормальные условия для выращивания чая. То да, вот насчёт кофе я не уверена, что в России он растёт. Короче, если вы хотите качественный продукт, сделанный где-то там вне России за нормальные деньги, не переплачивая, то я вам советую, конечно же, бушина кофе. Red Catano, Black Catano, Light Catano, оригинал или кода. Ну и всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до конца и зарядились желанием попить кофе в любое время суток. В этом случае вам тогда Light поможет, Light Catano, Rose Vector. Всем, короче, кто досмотрел до конца, кофейного позитива. И спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!